Привет! Привет! Да, я вас слушаю, смотрю ваши клипы по сто раз, веду о вас в канал, слежу за вами в инстаграме, помню все ваши выступления, мероприятия, на которых вы были, в чём вы там были... Да, я ваш Сосан фанат. Ладно, в общем, пытались ли вы скрыть какие-то детали в своём клипе или нет, я сделал ролик детали, которые вы могли не заметить в клипе Blackpink, Pink Venom. Клипы Blackpink объединяют в себе разные стили, и Pink Venom совместил все предыдущие в одном клипе. Отсылок к прошлым клипам полно, так что не переключайтесь. Первым делом нас встречают с новым звуком, но уже знакомой фразой. Если до этого это было Blackpink in your area, Blackpink it's a revolution, то в этот раз просто Blackpink. Возможно, позже раскроется, кому же принадлежит этот голос, как это было в 2018 году с Forever Young. А пока в комментариях вы можете погадать, кому же принадлежит голос. Джису, Дженни, Розе или Лисия? Blackpink is a revolution. Blackpink is a revolution. Один из кадров изначальной сцены уже показывали в тизере, и в реакции на тизер я сказал, что это скорее всего просто персонаж из клипа. Да, еще кто-то играет на инструменте, но мне кажется, это не одна из участниц Blackpink, мне кажется, это кто-то другой. Возможно, этого человека даже не покажут, будут показывать только его руки и все. Но я не заметил родинку, по которой можно было легко определить, что это Джису. Также к этой сцене и песне сама Джису сделала спойлер еще в прошлом году на эфире Globe Telecom. Она взяла традиционную малайскую игру «Чонгкак» и подумала, что это музыкальный инструмент. Это что такое? Это джису. А, это джису. А, это джису. Нет, нет. 5, 6, 7, 8. Синго. 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 Эта сцена является выделяющей Джису, и в этой эре ей будет уделено немало внимания, так как следующий сольный дебют принадлежит именно ей. Также можно вспомнить документальный фильм о Blackpink, где их музыкальный продюсер назвал Джису кореянкой до костей. Клип открывает именно она, играющая на традиционном корейском инструменте геомунго, что достойно похвалы за продвижение корейской культуры. По некоторым данным, а именно из поста музыканта Пак Чунгёна, который обучил Джису игре на инструменте, сцена была запланирована в последнюю минуту, но Джису справилась с ней как профессионал. Если кому интересно, то он посвятил ей целый пост, где написал, как очарован ей, и что очень благодарен глобальной группе Blackpink за продвижение корейской музыки в лучшем свете. Можно заметить, как от Джису исходит розовый цвет, которым она и гипнотизирует людей вокруг. Помимо этого, есть трубы, по которым также течет розовый яд, которые покажут позже в сольной сцене Джису. А чтобы не заразиться самой, она использует небулайзер. Как мы заметим после, среди людей в черных капюшонах с розовыми латочками, есть знакомые пропорции лица и губы, а именно Алисы, которая получила небольшое камео в своем же клипе. Затем, сломав стену, появляется Дженни, произнеся такую же фразу. Это является отсылкой к Kill This Love и к песне с таким же названием Kicking The Door. Мы видим, как глаза Дженни стали розовыми, как это было еще в Дудуду. Тогда у Дженни были и клыки, и видимо, она была своего рода вампиром. В этот раз розовые глаза были у всех, у Джису, Розе и Лисы. И видим рекламу любимого бренда Дженни, амбассадором которого она является Шанель. А именно, это кольца и сумка в виде птички в клетке. В партии Лисы есть также интерполиация к трекурианы. А плавные чарующие движения руками отсылают к ее сольному клипу Лалиса. Локация Лисы довольно странное помещение, которое открывается лишь по ее прикосновению. Форма напоминает пирамиду, и арабская мелодия на фоне добавляет египетское настроение, что отсылает к How You Like That. Но вот иероглифы выглядят не совсем египетскими. На полу непонятно откуда разбитое стекло, а в самом центре растет черное дерево и розовая трава, что отсылает к самому названию группы. Также нам показывают черно-розовое яблоко, видимо, после которого глаза Лисы стали розовыми. На секунду нам показывают, что Лиса на каблуках, но все остальное время она была в удобной для съемок обуви. На шее можно увидеть змею. В клипе и в тизерах змеям и паукам было уделено немало времени, ведь именно они используют яд, что ассоциируется с новым треком Blackpink, Pink Venom. Локация розы выглядит уже знакомой, к тому же даже очень, так как там не одна отсылка. Грозы напоминают Gills' Love, темная атмосфера How You Like That, где она была в пещере, а черная жидкость, похожая на чернила Love Sick Girls. На ее глазах застывшие слезы, позже можно будет заметить застывших бабочек, что, возможно, имеет связь. А в руках она держит самое настоящее, все еще функционирующее сердце. Что примечательно, подобное чернило было и в клипе Love Sick Girls и Gone, а Blackpink чаще представляет черный концепт, который, вероятно, является основным. Если в названии группы убрать букву P, то получится Black Ink, черное чернило. То есть, лишь одна буква добавляет им розовый, розовый яд, и они становятся черно-розовыми. Но если судить по этой логике, то они больше черное чернило, и розовыми их делает только одна буква P, и то даже розовые у них это не что-то милое, а розовый яд. Далее мы видим Джису. Если сравнить эти сцены, то трубы наполнились уже красным цветом, что может говорить о том, что она достигла своей цели и завладела сидячими вокруг людьми. Когда Blackpink танцует вчетвером, можно заметить локацию Лисы. На руках Дженни уже знакомы пушистые браслеты, которые были в How You Like That. А у розы скрытое окрашивание, но по итогу она не перекрасилась в черный цвет, чего многие блинки ждут еще с 2017 года. Сейчас она почти рыжая, как в 2016. А еще, что касается волос, девушки за весь клип не перекрашивали волосы ни разу, не использовали парики, и кардинально не меняли образы, как это было раньше. Из-за чего многие могли путать участников и не понимать, сколько человек в группе. Джису сидит на уже знакомом стуле, это тот же, на котором она сидела в How You Like That, а сзади нее Луна, которая была в клипе SG. А в целом это напоминает Kill This Love, где она также была на фоне заката. Она сыпает как раз-таки розовый яд и использует небулайзер, чтобы, видимо, не отравиться самой. Роза на гитаре отсылает нас к Classic Girls, а темный образ сделает из нее милую ведьмочку. Кстати, ее гитара в форме бабочки, которых мы позже видим во льду. Такая же была и в Соло Дженни. И она снова находится в пещере, как в How You Like That. В общей сцене буквально на секунду показывают что-то похожее на солнечные часы. Некоторые считают, что это Ангбу Ильгу, корейские солнечные часы. Но их особенность в том, что они как раз-таки не были копии других плоских солнечных часов, а имели вогнутую форму. Обычные плоские солнечные часы могли считывать только время дня, и в зависимости от времени и соответствующего положения солнца, их было трудно прочитать, когда тень Гномона была длиннее или короче циферплата. Тем не менее, благодаря своей горшкообразной форме, Ангбу Ильгу мог четко указывать время суток, поскольку вогнутая форма автоматически изменяла форму тени. Возможно даже такое, что часы дают подсказку в виде даты какого-нибудь события, следующий камбэк, соло джи-су или что-то в этом роде. У лисы пропадает черный браслет. Локация напоминает предыдущие клипы группы, но больше всего How You Like That и Kill This Love. Во время танца девушек есть знакомое движение, которое напоминает How You Like That, наверное, потому что хореографию ставит один и тот же танцор. В общей сцене и в сцене рэп-партии присутствуют машины, как и в каждом клипе Blackpink, что уже является изюминкой их клипов. Алису можно заметить с открытым лбом. Ее челка на месте, но лоб открыт. Во время промо-альбома на одном из развлекательных шоу в Корее она сказала, что готова показать свой лоб за 10 миллионов долларов. Видимо, Уэйджи заплатили ей эту сумму, чтобы она показала лоб, что и сделало клип пока что самым дорогим в истории группы. На заднем плане можно заметить взрыв и замедленную съемку, что отсылает Kill This Love. Постапокалипсическая атмосфера в этом моменте напомнила мне фильм Люди Икс Апокалипсис Образ Джису Мутаншу Псайлок. После они перемещаются в локацию с водой, и это отсылает к перформансу с Дудуду на онлайн-концерте и к клипу SG, где также на воде танцевала Лиса. В воздухе помимо розового яда, который распыляется в виде газа, можно заметить зеленый яд, и это странно, так как судя по названию, я должен быть один, то есть только розовый. Как сказала Джису в мейкинг-фильме, она представляет вампиршу, которая ждала около двух тысяч лет. Она даже пошутила и подколола их долгие хиатусы, последний из которых занял два года. В своем логове она хранит черепы, пистолет, что может быть отсылка к Дудуду, и вещь похожую на пульт от бомбы, что отсылает Kill This Love. И вероятно другие вещи, которые тяжело разглядеть, были в прошлых клипах и являются отсылками к ним. Если вы увидели что-то знакомое в логове вампирши Джису, то обязательно напишите об этом в комментариях. Рэп-партия Дженни и Лисы звучит в стиле американского рэпа прошлых лет. Так же выглядит и съемка. И, наверное, взрослым блинкам, которые когда-то слушали и смотрели американские клипы, эта сцена напомнила молодость. На одной из девушек можно заметить уже знакомый наряд, который Лиса надела на выступление с How Do You Like That? На заднем плане есть лента «Территория Blackpink», что отсылает к легендарной фразе «Blackpink in your area». Ленту использовали для ограждения, так как это строящийся объект, а именно там написано «Опасная строительная площадка держаться подальше». Машины, которые похожи на машины из «Love Sea Girls» и «As If It's Your Last», только в этот раз с крышами. Рэп-вечеринку они устроили возле винного магазина, где по скидке продают вино, виски, холодное пиво, шампанское и сигареты. Это мне напомнило ларёк из «Whistle», где также продавались сигареты и алкоголь. Можно заметить часто встречающуюся в клипах «Blackpink» табличку «Открыто 24 часа» и уже знакомую надпись из «Love Sea Girls» «Crossroad», вывеску салона красоты «Джели», что звучит очень знакомо и наверняка было в каком-то из клипов «Blackpink», но в каком я так и не вспомнил. Если прислушаться к тексту песни, то в начале Дженни упоминает поп-курн, что отсылает снова же к партии Лисы в «Kill This Love» и к партии самой же Дженни в «Ду-ду-ду». В рэп-партии Лиса делает отсылку к «Бумба Я», к бренду, который представляет «Селин», а Дженни к строчке из песни «How You Like That» и отсылке к «Супермену». Ну что же, это были все интересные детали, которые вы могли пропустить и не заметить в клипе «Blackpink», «Pink Venom». Если же есть еще какие-то детали, которые не были названы в этом видео, то напишите о них в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте его оценить и обязательно оставляйте обратную связь. Спасибо за просмотр, до новых встреч!